Сейчас с нами Филипп Александрович, тренер команды-победителей в сегодняшнем матче против Урала. Филипп Александрович с победой. За счет чего удалось обыграть Урал? Ведь первый тайм прошел полностью под девизом «Как можно вскрыть оборону соперника?» Что сказали в перерыве ребятам, чтобы переломить игру? Спасибо за поздравления всех тоже. С победой поздравляем. И вас тоже поздравляем. Вы слышали, недавно свадьба была. Поэтому вам тоже всего самого наилучшего. Первый тайм у нас был тяжелый на создание моментов. Урал опустился очень глубоко и было тяжело на них вскрыть их. И мы где-то лишний раз не давали передачу вперед. Пытались найти зоны, где у них будут проблемные места, чтобы вскрыть. Не всегда рисковали. Опять же, наверное, хотели очень выиграть. И боялись сделать эту передачу вперед, чтобы не убежать в быстрые атаки. Потому что, как показали их в контратаке, они достаточно острые. В первом тайме момент был с ударом в перекладину, где Илюха Купцов спас. Лепехин до конца добежал. Во втором тайме мы просили больше рисковать, больше использовать фланговых игроков. И у нас уже было гораздо больше моментов, которые мы создали. И поэтому одержали победу. И в перерыве ребятам сказали, что я не сомневаюсь в том, что мы выиграем эту игру. Просто вы должны быть увереннее, наглее и смелее в создании моментов. Поэтому, я думаю, что хороший второй тайм провели. Сегодня была большая группа игроков из «Динамо-2». Как они выдерживают вообще вот такой график и физические нагрузки, которые на них накладываются? Ну, не прям большая. Да, Ян Циэсь у нас спустил сейчас. В этой игре с нами играл. Который тоже после травмы восстанавливается, набирает форму. И хорошо. И он и себе помогает в том числе. И команде помогает. Поэтому Даня Михалин с Ульви Бабаевым, который уже вторую игру проходит, проводит с нами, физически нормально себя чувствует. Когда футболист не играет за одну команду, а у него есть возможность играть за молодежную команду, это хорошо. Если бы у них не было этой игровой практики, наверное, было бы им сложнее в ритм войти, играя уже с «Динамо-2». Поэтому хорошо, когда у нас такая выстроенная вертикаль от UFL до главной команды. Ребята, которые не играют, они игровую практику получают уровнем чуть ниже, да, лигой чуть ниже, но для них это важно. Не растерять игровой тонус. Так что, по мне, это все правильно. Ну, и сейчас будет перерыв в молодежном первенстве. Может быть, какие-то тактические наработки будут отрабатываться? Может быть, какие-то аспекты основные? Мы всегда отрабатываем какие-то тактические наработки. Совершенствуем их. И тактические моменты, и технические. Поэтому сейчас эта пауза, как бы, она не на отдых. Пару-тройку дней отдохнут ребята, но это пауза на то, чтобы как следует поработать. Потому что впереди осталось три игры, в которых нам надо одержать все три победы. Да, и мы можем приблизиться достаточно высоко в нашей зоне. И уже с набранными очками выйти во вторую группу. Поэтому важно с ребятами сейчас, мы проговорили в радиоалке, чтобы не отдыхать на печке, не сидеть, а поработать как следует. Все, спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.